От Советского Информбюро. Крупные силы немцев, сажатые на небольшой территории. 30 июня 1944 года, 1105 день войны. Утром Красная Армия освобождает Любань. Основные силы 1-го Белорусского фронта развивают наступление в направлении Минска и Слуцка. Сухопутные части прикрывала авиация. Во время отступления вермахт сжигает дома, взрывает предприятия. От уничтожения город спасает стремительное наступление советских войск. В этот же день освобождены Плещеницкий и Краснослободской районы, Петриков и Копоткевичи. На Минском направлении войска 3-го Белорусского фронта вышли к Березине. Ворвались в Борисов, где завязались уличные бои. За сутки оккупация завершилась более чем в 500 населенных пунктах Белоруссии. К 30 июня в ходе наступательных боев 1-го и 2-го Белорусских фронтов потери противника составили около 107 тысяч солдат и офицеров, убитыми и пленными, почти 450 танков и самоходных орудий, свыше 20 тысяч автомашин. 75 лет назад, 30 июня 44-го, танковый экипаж в составе командира Павла Рака, механика-водителя Александра Петряева и стрелка-радиста Алексея Данилова через заминированный мост прорвался в Борисов. Через минуту мост был взорван. Экипаж оказался в логове врага. 17 часов вел бой на улицах города, не получая подкрепления. Наши танкисты разгромили комендатуру, штаб полка, вызвалили из плена 200 советских воинов, уничтожили несколько огневых точек. Против единственного советского танка немцы бросили десятки машин. Силы были неравны. Редкий случай, когда всем троим членам экипажа было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Танкисты похоронены в Борисове. Их подвиг увековечен монументом. Именами героев названы улицы города. До полного освобождения Беларуси оставались 28 дней.